Министерство финансов Ростовской области 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 В наступившем году на эти цели направят 220 миллионов рублей, что больше Ассигнований 2012-го на 100 миллионов В прошлом году сертификаты на приобретение Квартиры или строительства дома Получили 322 молодые семьи В том числе 23 из Волгодонска Участвовать в программе могут супруги До 36 лет, которые признаны Нуждающимися в получении жилья Доставка ежемесячных денежных выплат Федеральным льготникам за январь 2013 года года будет осуществлена только в феврале, сообщает Департамент труда и социального развития Волгодонска. Задержка связана с неполным поступлением средств федерального бюджета на выплату мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Индекс борща на этой неделе не изменился по сравнению со значением недельной давности. Напомню, что мы его рассчитываем, исходя из средней стоимости необходимых ингредиентов в крупнейших торговых сетях города. Неделю назад кастрюля борща обошлась нам 209 рублей 10 копеек. Удивительно, но сегодня цена вопроса осталась прежней. В завершении расскажем о том, какие банки предпочитают россияне для размещения своих накоплений. Итак, согласно исследования большинства, это более 35% опрошенных ответили, что у них нет вкладов в банках, нечего вкладывать. Частным банкам отдали предпочтение почти 27% респондентов. 22,5% участников исследования доверяют государственным банковским учреждениям. Не хранят деньги в банках около 12% опрошенных и, наконец, за границей свои накопления держат почти 4% участников исследования. Сегодня это все к цене вопроса и всему, что на нее влияет. Вернемся ровно через неделю.